Она будет мерзнуть, но никуда она не пойдет. Вот такое вот у меня мнение. И пожилые люди, они практически все такие. С ними очень-очень сложно. Всем огромный-огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Делающий Добро и обсудим видеоролик с бабушкой Аней. В общем, знаете, я все равно сделала для себя какой-то вот такой вывод, что вряд ли баба Аня вообще куда-то будет переселяться. Первая, она хоть и замерзает, хоть и холод, но, как мне кажется, это для нее вовсе и не преграда. Эда Мансур переживал, не мог вечером уснуть и поперся к бабе Ане для того, чтобы что-то намудрить и растопить печку, потому что на улице холодно. И баба Аня настолько замерзла, что уже даже когда растопили печку, она все никак не могла согреться. Плюс он принес ей обогреватель, она у него сто раз спросила, что ты оставишь мне его или нет, и что я и деньги тебе отдам, и все. Но только бы он не забирал, потому что, ну вот, реально у нее холодно. И хорошо, что она уже немножечко встает, и, слушайте, прикалывается она, я не могу. Он что-то ей сказал, она не услышала. И как ляпнет что-нибудь, она порой, что просто невозможно. Что-то она там сказала, что не беременна или что. И она смеялась. Вот она такая вообще забавная, да, кажется, вот что смеяться, да, с пожилых людей. Ну, тут не то, чтобы смех, это просто какое-то умиление. Ну, потому что, не знаю, ну вот когда-то, когда доброделы показывали бабу Галю, не особо кто-то смеялся, а постоянно, знаете, писали какие-то гневные комментарии в ее сторону. Здесь, ну, вообще никакого гневного комментария и не напишешь, а только какие-то позитивные, потому что, ну, блин, она классная такая бабулька. И я сначала смотрела видеоролики, думаю, что он там топит, ей не видно печки обычно же. Ну, когда у Людмилы Мансур топил печку, он всегда ставил камеру. Мы все это дело видели, как он топил, как он туда и дрова, и уголь ложил, как разжигал. Все это мы с вами смотрели. А здесь он просто-напросто на бабу Аню направил камеру. Мы больше, наверное, любовались бабой Ани. И наблюдали за тем, как она убирает. Она что-то там терла полы, терла. Потом Мансур говорит, вот уже типа так натерла, что уже отражение свое видно на полу. Ну, он ее повеселил, посмешил. Короче, она сначала терла, мыла полы, потом что-то уже подметала. Потом в итоге снова терла эти полы. И Мансур принес горячий чай, чтобы она согрелась. Там что-то какие-то булочки, пирожки. Пыталась накормить щенка. И самый этот прикол был в том, когда сидела она со щенком на руках. Мансур говорит, бабань, что ты делаешь? И что вы делаете? Она долго не думая говорит, что не видишь, что я делаю? Ну и правда. Видишь же, что пытаюсь покормить щенка. Вот привязался, что вы делаете? Да что вы делаете? Ну, она такая вот прямая. Не знаю, как он ее будет переселять. Понятия не имею. Для нее, походу, это все барахло. Это особое какое-то. Все особенное и все вообще какое-то ценное. Наверное, надо все сначала было потихонечку барахло. Все вытащить с избушки, да повыбрасывать, да повыносить. По сугробам все равно она не попрется его снова тащить в дом. А потом уже как-то, наверное, уговаривать. Не, ну легко так говорить. Да, вот надо было, надо было. На самом деле, кто знает, как надо? Да, потому что вот с пожилыми со всеми такая проблема. Я говорю, я уже не раз говорила, что у нас тоже была проблема с бабушкой. Она уже плохо себя чувствовала, давление было высокое. Как ее дядя уговаривал к себе домой пойти вот же рядом, говорит. Ну вот полегчает тебе, говорит. И будешь, и назад вернешься по весне домой. Давай на зиму, говорит. Я не успеваю, с утра на работу бегу, говорит. Ну, как бы некогда прибежать, растопить печку. С вечера топим. Говорит, тебе тяжело, давай еда к нам. Ой, ну никак, никак она такие не пошла. Уже только потом, когда уже совсем ей было тяжело, то уговаривали всей семьей. А здесь, я не знаю, она еще думает, да, чужой человек, как бы, может, обдурит, может, что думает не так. Может, ну, как-то, знаете, вот, может быть, она не доверяет людям, она вообще не понимает, что к чему, как кто-то может поменяться, и кто может пойти в ее избушку и поменять дом, там, кирпичный, какой-то нормальный дом, да, на такую избушку. Ой, короче, ребят, не знаю, мне кажется, что-то это все как-то не получится. Ну, не знаю, хотелось бы, хотелось бы. Ну, и да, очень этих всяких многих, много советов пишут. Да, Мансур то сделай, Мансур то сделай. Ну, блин, легко говорить, сделай Мансур это, сделай Мансур это. Блин, думайте, ему легко молодому пацану постоянно носиться к старой бабушке утром, вечером. И, ну, ладно, кормить-то мама и поесть, ну, приготовит и накормит. Вот, я думаю, в этой еще ее избушке-то и дышать нечем, тоже сложно. Кстати, стрим я как-то частями смотрела чуть-чуть. Если он еще зависнет до утра, я обязательно посмотрю и мы обсудим его, потому что что-то я призабыла, что будет стрим, и как-то расслабилась. Я тут уже включила, он полным ходом идет, и как-то вот мне не удалось все прослушать. Ну, мне кажется, какие-то моменты я все-таки услышала, но все равно, если он останется в записи, я все равно его пересмотрю, потому что я даже не поняла на какую тему, но, наверное, скорее тема с бабой Аней. Ну, баба Аня еще, опять же, с этими своими собаками тоже катастрофа века, потому что тоже вот она за этих щенков, я не отдам, я не отдам, я буду их растить. И в то же время вот нассали собаки в доме, она этой тряпкой трет, и, вероятно, и руки эти не моются, хотя она говорит, как не моете? Ну, как не моются? Что, моются? Да что там моются? Ничего там не моются. У нее порой Мансур сам вот глянет, говорит, что такие руки грязные, срочно надо помыть. У меня когда-то дедушка постоянно говорил, когда бабушка говорила, давай, Вась, помоем руки, у тебя руки грязные. Он говорит, что они у меня грязные? Целый день дома сидел, день у меня могут быть грязные. Вот так и баба Аня, наверное, думает сидеть целый день дома, ничего, никуда руки в землю не сует, откуда они будут грязные. То, что она эту мочу утрет, по полу возит то бумажками, то тряпками, там ходят собаки, да и так собаки кругом таскают их. Ой, там полная вообще антисанитария, и я не знаю. И вообще с этими ее родственниками, если еще они подливают жару в огонь, то это уже вообще взяли бы ее к себе, пусть бы жила. Так и нет, блин, еще неизвестно, возможно, они ее подкручивают. Кто знает, кто знает, что они там, может быть, ей говорят, когда нет Мансура. Еще ж, видите, она то ли забывает, то ли хитрит, что они там не приходят или приходят. Вот, тоже, хоть Мансур и говорил, что якобы Алинка не родная. Ну, баба Аня, наверное, думает, что родная. А может и знает, что не родная, но все равно любит ее. Мансур говорит, они там где-то шабашат, и если шабашат, значит, может, не бухают, может, и забегают, и баба Аня об этом, может быть, не говорит. Может, они ей сами говорят, что баба не говорит, потому что иногда, мне кажется, что она все прекрасно помнит. Ну, а иногда ее не разобрать, короче. Ну, бывает такое, у меня, допустим, папа тоже забывает, но некоторые моменты он ясно запоминает, а некоторые он вообще не помнит. Поэтому тут не разберешь все-таки возраст. Возраст 83 года, где тут разберешь человека? Старость плюс свои какие-то уже старческие тараканы в голове. И с такими людьми очень тяжело. Поэтому тут таким советчикам, сделай то, да сделай это, да скажи то ей, да и это скажи. Ага, тут и так, и так, и не знаешь, с какой стороны поступить. Это все, ребят, старости. И с такими людьми очень сложно. Советчиков много, и, понятное дело, Мансур тоже вот где-то, да, и обижается, где-то и взрывается. Ну, потому что куча советчиков. А пойди, попробуй уговори старушку куда-то переехать или лечь в больницу. А тут еще порой дом престарелых, когда ей говорят вообще про дом престарелых, она материться начинает. И, блин, все понятно и все предсказуемо. Пожилые они все интересные люди. В общем, ребят, буду заканчивать. Посмотрю стрим, если он еще есть. И обязательно мы с вами вместе его обсудим. Буду заканчивать. Как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну, и, конечно же, мое хорошее здоровье. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас всех. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok